добрый день ребята и сегодня я первый раз вышла в город после своей болезни и у нас кажется началась весна плюс 7 градусов тепла и знаете я хочу вот поговорить на такую тему наболевшую но она совсем не меняется это вот про молодежь который я занимает троллейбуса все места в автобусах они едут нацепив наушники крутые телефоны и если рядом стоит какая-нибудь старушка или женщина постарше вообще они даже смотрят тебе вот как собаки в глаза и ни у кого даже нету совести ли как-то стать тебе уступить место и сегодня пришла двойка она идет со студенческого городка ну вот снег почти что видите растаял приходит полный этот ролей бус полно вот этой молодежи все они сидят и мне тут нога прихватила и дело в том что я тут два дня делала уколы и сегодня я на его профиль не конечно же боли не чувствую я могу ехать до самой конечной остановки стоя но вот все сидят ну и никто даже понимать вот как пустое место и мы дети которые выросли при советской власти рожденный в ссср я помню я тоже училась была студенткой и мы работали вечерами ездили в университет вы понимаете для меня просто было честно скажу для меня было просто как-то низко сидеть и когда какая-то старушка там упершись животом в себя стоит мне было стыдно даже сидеть мы старались всегда встать нет у нас не было телефонов у нас не было наушников и я всегда вот думаю кто виноват в этом либо родители которые воспитывают так детей либо школа но родители да но бывают дети им говоришь они все равно свое делать школа и когда вот я училась при советской власти учителя навсегда учили что старшим нужно уступать место бабушку провести через пешеход на светофоре помочь нести сумки если тебя там попросят но быть как бы таким знаете героем что ли уважать просто старших людей сейчас мы вообще старший человек это какой-то отброс общества кусок гнилого мяса который никому не нужен он еще едет едет троллейбусах и чего-то какие-то ему еще права там надо предоставлять и я считаю что просто люди вот эти люди интернета они не понимают что во первых они сами себя не уважают нету такого знаете самоуважение к себе ты должен делать хорошие дела абсолютно во всем если ты нагло едешь на в этом троллейбусе учитывая то что ты там сидел в этом университете институте там 5-6 часов и плюс ты еще троллейбусе сидишь там час или два приходишь дома сидишь то они даже не думают что это это болезни начинает геморроя и кончая варикозом вен и вот я просто сделала вывод что воспитание одно школа другое а вот самоуважение к себе хотя молодой человек он должен себя уважать не только потому что он молодой красивый здоровый но он еще должен уважать людей старше которые их окружают если нет уважения к людям старшего поколения то каком уважении можно говорить своим родителям как вот эти молодые ценят и любят своих родителей вот это можно судить а сейчас о хорошем я стояла в троллейбусе чуть-чуть прошла в середину и ехал парень высокий худой и он уступил женщине которая стояла рядом место она конечно же отказалась она сказала извини я еще еду там спасибо я постою и потом кто-то там около него вышел а я села около него парень серьги в ушах обыкновенно одеты без телефона без наушников но он уступил место понимаете и я даже как-то вот обрадовалась что все-таки молодежь у нас есть некоторая воспитанная и себя ценящая я хочу сказать что любите себя уважайте себя и не только себя и людей особенно старших людей потому что вас старость тоже нагрянет вы не будете вечно молодыми и вы не горцы чтобы быть какими-то бессмертными нет вас тоже будут такие же болезни у вас будут больные ноги руки голова и вы с этим столкнется бумеранг никто не отменял но очень страшно что как-то относишься к людям в возрасте так ты относишься к своим родителям будешь относиться таким родителям да я знаю что когда тебе будет 70 лет есть у тебя дети нету никто тебя смотреть не будет абсолютно никто и даже ты не имеешь право даже там требовать это просто это будет как бы твоя такая участь это участь будет абсолютно у всех есть у тебя дети нету вот и почему-то все считают что есть это в детстве там ребенку менял подгузники гулял смотрел его больного тебе тоже сам той же монеты будет заплачено в старости нет ребята никто тебе эту монету не вернет а вот то что место не уступают вот это некрасиво очень некрасиво я даже бы сказала вообще как-то я уже вот за людей даже не считали потому что кажется все умные люди начитаны интернет а самого элементарного не знают пришла в магазин ты чем и смотрю тут распродажа это распродажа давно наверно уже где-то две недели мне еще горло закладывает как-то я тут просто зашла посмотреть здесь какие блузочки на бретелька красивая так сейчас скажу 11 99 есть вот такие я вот ой есть черные это в основном под пиджаки можно просто под юбку кто любит такое все так тут какие-то шутки весят каракулевая без воротника 29 евро ну вот такие рубашки которые же всем всем как бы надоели классические такие пальтишки здесь такие куртки пальто так здесь такие тоже полупальту рубашечного вот мне вот эти вот нравятся дубленки вот такой отворотник нелегкие но они холодные это их если только вот сейчас одеть я как-то смотрела моего размера не было сейчас посмотрю сколько стоит ну цена конечно же вот смотрите 44 99 но это ребята дорого это дорого такие свитера вот тут вот висят эти пальто кофты по 15 99 но вы такие вот зимним принтером так было 15 99 11 99 но отвисит как тряпка на вешалке не знаю кто ее купит но свитера свитера такие толстые по 11 99 в основном короткие свитера такие брюки брюки по 15 99 так что-то я хотела здесь посмотреть много тоже брюки все черная серая юбки короткие все то же самое что я была три недели назад все вот это вот и висит все вот это черные свитеры какие-то эти платья черным с белым нить не айс